Здравствуйте! Сегодня будем заниматься переделкой очередной котельной. Главная особенность в том, что мы будем переделывать уже переделанную котельную. То есть мы будем вообще третьи, кто будет заниматься системой отопления в этом здании. Расскажу предысторию. Ко мне владелец этого дома обратился месяца 4 назад с просьбой доделать систему отопления. Насколько я правильно понял, он приобрел это здание с некими недоделанными коммуникациями. При ближайшем осмотрении вот что я обнаружил. Газовый двухконтурный котел. Вся система выполнена была из полипропилена, без диффузионной защиты, очень криво, под потолком. Причем коллекторная разводка была на радиаторную сеть. Труба во многих вестах очень сильно провисала, обходя препятствия. И это очень такие большие потенциальные воздушные карманы. Я пришел к выводу, что необходимо демонтировать всю систему. Заказчик от этого отказался. Посчитал необходимым ее сохранить. Ну, наверное, мне кажется, больше мы не сработались именно потому, что я не мог оперативно отреагировать на его просьбу и решить его проблемы. Я был очень загружен в то время, и он обратился к другой организации. Спустя какое-то время, месяца 4, наверное, он обратился ко мне снова с просьбой. Принст, с аналогичной просьбой. Только на этот раз систему отопления уже всю переделали. Но работа ее, в принципе, не такая комфортная, не такая продуманная, как бы этого хотелось. Пойдемте смотреть. Так, ну, вот что у нас есть на сегодняшний день. Газово-кондинационный котел Violent, гидравлический разделитель, коллектор и насосная группа. То есть прямой контур, высокотемпературная радиаторная сеть и два низкотемпературных контура. Место под бак, коллекторы теплых полов. На первый взгляд, выглядит вроде бы достойно. Группа быстрого монтажа, гидравлический разделитель, котел, обвязано все медной трубой. Складывается впечатление, что работу выполнили профессионалы. Но давайте разберемся. Несколько основных ошибок, которые допущены были в этой котельной. Итак, ошибка номер один. У нас здание двухэтажное. Площадь каждого из этажей равна примерно 130 метров квадратной. Первый этаж отапливается исключительно теплым полом. И несколько контуров теплого пола на втором этаже в санузлах, в коридоре и небольшая площадь под окном. Всего теплых полов у нас в районе 140-150 метров квадратных. И на эту площадь у нас установлены две насосно-смесительные группы. Те монтажники, которые устанавливали, объяснили такое решение тем, что одной группы может попросту не хватить. Но это не так, так как у нас насос установлен на 25 на 60 и одной этой группы хватило бы даже на гораздо большую площадь, нежели есть в этом здании. Выход из этой ситуации. Мы будем отключать один из смесителей, одну насосную группу и переподключать все коллекторы на одну из них. В результате у нас одна насосная группа освободится. Проблема номер два в том, что возле здания в перспективе планируется построиться небольшая баня. И она должна быть отапливаемая. Заранее была заложена теплотрасса и подключена вот к этому узлу. Он не смесительный, он прямой. И этот же узел у нас питает 6 радиаторов, которые у нас находятся на втором этаже. В здании вообще всего 6 радиаторов, больше радиаторов здесь нет. И в результате у нас подключена и баня будущая и 6 радиаторов на один насос. Это тоже неверно. Так как есть отдельно стоящее здание, которое будет отапливаться этой котельной, должен быть, соответственно, отдельный узел для нужд этого здания. То есть он может управляться либо посредством расширительного модуля, либо по комнатным термостатам. Да, в общем, еще даже неизвестно толком, какая система отопления будет в этом будущем здании. И выход из этой ситуации мы отключаем теплотрассу от верхних радиаторов и подключаем ее к освободившемуся насосно-смесительному узлу. Ну, установим смеситель в нулевое положение и в результате он будет работать у нас как обычный насос. Будет снабжать нашу баню теплоносителем. Проблема номер 3. Большое количество обратных клапанов на входе, на выходе котла и даже на загрузку бойлера. Здесь они абсолютно не нужны, так как обратный клапан, напомню, у нас существует для того, чтобы предотвращать паразитные потоки. И здесь им нет куда-то взяться, так как котел подключен напрямую к разделителю. Разделитель как раз-таки является участком с нулевым сопротивлением, который сам по себе предотвращает любой паразитный поток, который возможен. А вот на преодоление этих клапанов котел будет тратить порядка треть или четверти своей мощности. Только для того, чтобы преодолеть сопротивление этих клапанов. Это только мешает работе котла. Мы их отсюда будем удалять и подключать уже без этих клапанов. У нас все будет работать. Также я сниму камеру, чтобы показать. Здесь есть еще некоторые сложности. Смотрите, на нижней гребенке у нас 8 свободных выводов. 4 из них мы используем. 3 на кухню, 1 в санузел. И 4 у нас останутся невостребованными. Почему так? Я не знаю. Может быть ошиблись в расчетах, когда их приобретали. Но вот дело в том, что верхняя гребенка у нас как раз-таки на 4 контура. Мы эти 4 контура подключим сюда и в результате верхний коллектор нам не нужен будет вовсе. Он освободит нам и пространство и уберет лишние фитинги и соединения. Фитингов соединений, кстати, здесь слишком много и здесь только не нужно. Вот такая вот мешанина из труб. Это все можно было сделать гораздо компактней, но и ровнее, чем это здесь. Помните игру в сантехнике, где надо было из одной точки в другую проложить трубу? Так что-то похожее и здесь получается. Смотрите, у нас труба делает сколько изменений направлений? 1, 2, 3, 4, 5, 6. А нужно-то всего одно. Ну, максимум 2, чтобы освободить вот эту площадь, если вдруг здесь захочется размотать контур теплого пола. Итак, у нас все готово. Сменился всего лишь кадр на видео, а на самом деле была проделана достаточно большая работа. И переделывать это всегда гораздо сложнее, чем делать изначально правильно. Вот в результате, что у нас получилось. Как я и планировал, мы все коллектора теплых полов переподключили на один насосно-смесительный узел. Сейчас вот он даже на первой скорости замечательно справляется со своими обязанностями. Как я и говорил, у него потенциал на гораздо большую площадь, нежели в этом доме. Баню мы отвязали от радиаторной сети второго этажа, заглушили и переподключили ее на освободившийся узел. Трехходовой в нулевое положение и таким образом у нас будет работать как обычный насос. Теперь баня обрела независимость в управлении. Уже в будущем можно будет подключать к ней любую систему отопления, которая понадобится. Обратные клапана мы все удалили. Вместо них мы установили удлинители. Здесь они не нужны. Они добавляют, как я говорил, лишнюю только нагрузку на насос, которая здесь абсолютно не нужна. Вот, коллектор верхнего, тёплого пола, верхний коллектор мы удалили, переподключили контур на свободные позиции в нижнем. Для чего он сюда был установлен, для меня так и осталось загадкой. На освободившееся место мы установили водораспределительный узел горячего водоснабжения. Конечно, я не любитель такого подхода. На мой взгляд, в таких домах должно быть два крана, один холодный, другой горячей воды. Но так как материал уже весь был закуплен и был на объекте, мы решили отработать именно такой вариант и по настоянию заказчика так же. Теперь каждый санузел закрывается отдельно. В общем, бак мы установили, повесили на стену. Но предыдущие монтажники это делать не захотели, так как стена не выдержит. На самом деле, вешать нужно не на стену. Вот такая металлоконструкция снимает вес бака на потолок. И вот он керами за плиту перекрытия, она замечательно держится. Здесь мы освободили место, будет установлена система центрального пылесоса. Под баком аккуратно разместится система фильтрации воды. Вот для неё дополнительно выведены сейчас трубы. Что ещё добавить? В обвязке у нас стало гораздо всё свободней, просторней. То есть, нет бывшей этой мешанины из труб. Мы применили диагональное подключение коллектора. Это нам гораздо упрощает балансировку коллекторов. Вот, наверное, пожалуй, и всё. Вот такой вот результат. Вот так это выглядит. Ну и напоследок хотелось бы добавить, занимаясь обвязкой котельной или проектированием системы отопления вашего дома в целом, не должно быть субъективного подхода. Типа, мне кажется, или вот все так делают. Для этого существуют расчёты. Они недвусмысленно дают ответы практически на все вопросы. И в случае с двумя узлами достаточно было рассчитать объём требуемого теплоносителя для пола, его сопротивление. И зная, какой установлен сюда насос, элементарно высчитать тот объём теплоносителя, который он способен перекачать. Это и есть ответ на вопрос, нужна сюда вторая группа или нет. Очень просто. Удивляет ещё тот факт, что те монтажники, которые работали до нас, они представились заказчику как участники и даже преподаватель школы по отоплению, как они выразились в Минской. Я так понимаю, что они обучают желающих этому ремеслу. Ну, в общем, выводы делось вам. На этом у нас всё. Всего хорошего. До свидания.